Почему в мире столько религий? Какая религия истинная? Все религии истинные. Они же от пророков идут, от Бога. Любая религия. Какой-то религии 6 тысяч лет, какой-то религии 4,5, какой-то 2 тысячи лет, а сам, говорит, молодая, это мусульманская, полторы тысячи. То есть это вот как… Это история развития религии на планете. Это другой вопрос. Если вас интересует история, можно вкратце сказать об этом. Религия одна, потому что Бог один. Разные языки и традиции, климатические условия разные, а религия одна. То есть и высшая цель религии тоже одна – это любовь к Богу. Две вещи нужно сделать – познать Бога и полюбить Его. Все. И вот каким путем предлагается в разное время, в разных местах какие-то пути предлагаются. Все они говорят одно и то же. А откажись от насилия и действуй, чтобы удовлетворить Бога. Вот и все. Если так все вкратце все эти религии объединить, они говорят об одном и том же. Но обстоятельства таковы, что, скажем, когда пророк приходил, там были одни обстоятельства – девочек закапывали в землю дочерей. Сыновья спали с матерями, знаете, жили. Караваны грабили – это было законное право, право силы. Это было нормально. В Кабе было 300 божеств, каких угодно, идолов. То есть вот такая была ситуация. И были кто? Господа и рабы. Вот так. И когда пришел пророк, он сказал, Бог один. Но все сказали, ну и что? Мы знаем это. В Кабе есть такой Бог, который один над всеми. Это никого не смутило. А что смутило, знаете? Когда он стал практически это применять. Если Бог один, далее что? Значит нет рабов и господ. Мы все равны перед Богом. И женщины и мужчины тоже равны. И вот это не могли терпеть эти знатные люди. Начались проблемы. Преследования и войны. Вот. Это религия. Она боролась конкретно с теми пороками, которые были в том месте. А Христос пришел к рыбакам, там другое. Там были фарисеи, книжники, там были вот эти вот гордые ученые, священники. И были блудницы и пьяницы, которые признавали свой грех честно. И он показал, что они ближе к Царству Божьим, чем фарисеи. Это была другая миссия освободить эксплуатацию также людей, видите? Он там говорил другие слова, которые были уместны в той среде. Но цель была одна и та же. Обрести любовь к Богу. Да, предаться. Ислам означает предавшийся. Иисус сказал то же самое. Всем сердцем и всей душой полюби Бога. Предание, полное предание. Любая религия заканчивается чистым, любовным, преданным служением, бескорыстным служением. Всю жизнь посвящается. Это вершина достижения, считается. Пророки являли этот пример. Поэтому все религии истинные. Субтитры создавал DimaTorzok